Всем привет, господа! Сегодня видео вообще изначально было про то, как записывается звук в супер ближнем поле, то есть когда до колонок, ну буквально один локоть расстояние. И вот в обычном, на обычном расстоянии, как я записываю, когда микрофон стоит примерно как четыре локтя, ну это где-то, наверное, метр-полтора, что ли, или метр, чуть больше метра, наверное. То есть вот это обычно я так записываю, когда в кадре вот как сейчас помещаются обе колонки, вот с такого примерно, даже чуть может подальше, ну примерно так, стандартное расстояние. Ну у меня просто нету больше пространства, чтобы колоночки как-то слишком близко стоять с одной стороны, ну да ладно. И сравнить это с тем, как я записывал раньше, когда у меня еще был такой фотоаппарат, который мыльно картинку делал, видел, плохо описал, ну это когда было там года четыре назад. И в те годы, вот в первые, ну первые там несколько лет, когда я записывал акустику разную, я диктофон ставил ближе, то есть у диктофона так немножко микрофоны вот H1 стороны так под углом, да, я примерно ставил так, чтобы на него, короче, колонки смотрели, и чтобы был равносторонний треугольник. То есть вы видите, как они вот между собой стоят большие, между ними расстояние локоть. Ну сколько это, локоть это сколько сантиметров там, 30, наверное, 35, вот. То есть 35 между ними и 35 до микрофона, это вот у меня была раньше такая позиция микрофона. И при таком варианте две колонки в кадр, естественно, не помещаются, поэтому приходилось направлять на одну, и поэтому, ну как бы мне писали часто, типа, звук прикольный, но почему ты пишешь, типа, их в моно, почему одна колонка? Потому что они в стерео, просто вторая в кадр не помещается, потому что слишком близко. Вот так я писал раньше, кстати, эти старые видео я просто вспомнил. Я сейчас на Рутюб копирую, то есть я создал на Рутюбе канал, ну не просто так, типа, как бэкап данных, то есть хранилище, потому что там есть функция такая, скопировать канал, прям как на Одизе вот. Только Одизе что-то перестал теперь копировать гугловские, ну эти аккаунты и каналы, то есть там можно было привязать, и он автоматически добавлялся, что ты добавляешь на Ютуб канал, добавлялась на Одизе. Теперь надо вручную, я там как-то лень. А на Рутюбе есть эта штука, и она, короче, автоматически копирует, вот я решил проверить. Но копирует она, конечно, не суперидеально. Вообще интересно, что на Рутюбе много, я вот просто захожу какую-нибудь, например, тему там, ну вы знаете, Рутюб пустой сайт. Вот, был пока что, по крайней мере, до блокировки замедления Ютуба этого. Рутюб был никому не нужен, хотя, ну, по сути, видеохостинг там, что то, что это, какая разница. Ну, только он местный, понятно, что он от мира отрезан. И я заметил, что на Рутюбе набираешь какие-то там, например, колонки Виктор там или что-то, и находишь видео известных авторов, там, например, Рустама там или Романа с Владивостока и других, чуть ли не вокруг стерео, и эти видео там, ну, они не сами, не загружали сами, да, это как бы Рутюб сам как бы подворовывает видосы. То есть он просто создает ботов, то есть каналы-боты свои, рутюбовские, под какими-то там тупыми названиями, типа там «Наука и техника». И просто потихонечку, как бы, ну, скопирует к себе эти видосы прямо на свой этот самый, на Рутюб. Вот. Не факт, что это кто-то смотрит, но Рутюб, по крайней мере, создает какую-то, типа, библиотеку. Ну, не создает, а ворует, точнее, с Ютьюба. Вот. А тут я решил сам ее просто скопировать, ну, по собственному желанию. То есть завел свой канал, связал его с ютьюбовским каналом, это легко делается, и нажал кнопочку, типа, скопировать. И вот оно копирует, но видосов у меня, как знаете, много на этом канале. Но копирует потихоньку, помаленьку, не спеша, к сожалению. К сожалению, знаете, что, вот он, ну, допустим, если бы он там в сутки по 10 видео копировал, и то хорошо. Но он как-то, в один день он копирует, допустим, 30 видосов за сутки. Потом он вообще, 3 дня вообще ничего не копирует, потом снова там 10 видосов потом. Ну, короче, потихонечку как-то оно вот, по-моему, 150 видео уже скопировалось. В автоматическом режиме, то есть целиком полностью все. Пойти картинки, ну, то есть, превью или как они там называются, миниатюры. Название видео копируется целиком, то есть, и даже дата. То есть оно сортируется по датам именно так, как оно на ютьюбе. То есть, если оно старое, оно будет там в конце списка старое, допустим. То есть, прям будет написано, добавлено 5 лет назад, там, 3 года назад и так далее. То есть, в этом плане удобно. Нажал, ушел, все. Оно, конечно, тебе не скопирует прям за, ну, если у тебя много видео. Не за день, не за неделю даже. И с такими темпами, мне кажется, оно будет несколько месяцев копировать. Но, тем не менее, оно помаленьку делает. И, как бы, когда ты пишешь там куда-то в чат, почему так медленно, ну, там, автоматически отвечаешь, что у нас сейчас мы загружены, мы много чего копируем. К нам приходят новые, там, чуваки, которые с ютьюба, да, допустим, на рутюб. Поэтому мы, типа, наша система загружена, поэтому она потихонечку копирует. Все бы ничего, но есть косяк в том, что когда оно копирует твой канал, оно тебе запрещает в ручном режиме добавлять новое видео. То есть, вот я, допустим, нажал копировать, и оно хрен знает сколько будет, месяца два его копировать, если вообще не зависнет, да. А когда я пытаюсь, вот, допустим, вчерашнее видео, там, или сегодняшнее какое-то загрузить, оно не дает мне этого сделать. Ну, по причине того, что, типа, слишком жирно у тебя, и так идет процесс автоматического скачивания канала, и ты еще, типа, вручную тут хочешь, ну, вот в этом плане неудобно. То есть, актуальное видео, получается, пролетает, и будут ждать пока, там, что. Ну, мне не важно, я же не это, не тороплюсь. Вот, и, в общем, сегодня была задача записать, как вот, издалека и в ближнем поле, насколько вообще разница слышна. То есть, когда микрофон с полутора метров плюс-минус, и когда микрофон совсем близко возле динамиков, получается разносторонний треугольник между микрофоном и динамиками, ну, колонками, они еще повернуты на него. То есть, так они прямо стоят, смотрят, а тут они повернуты именно, чтобы был треугольник. Я такое делал когда-то давно, и, насколько помню, даже на старом диктофоне было слышно, что в ближнем поле разница есть, и детальности чуть побольше, чем издалека. Интересно, что будет в этот раз, я не знаю. Я записал и в Орфидел, и Кентоны в таком, и в таком, и в таком виде. Ну, и заодно получилось, что как бы смешанное видео тут и про микрофоны, и тут и получилось и про сравнение колонок тоже. Ну, все же таки, я колонки эти хочу продать, поэтому я их тут везде пихаю в каждом видео, чтобы их там это сравнить. Хотя, в данном случае сравнение странное, все-таки между ними там разница в два раза в цене. Эти я уже за 40 готов уже купить, за 40 в Орфидел. Ну, и, а Кентон, я его покупал за 90 что-то, и, ну, там доставка 5 тысяч была тогда. Он уже у меня более полугода, наверное, за 95, кажется, продается, или что-то типа того. Ну, я думаю, или за 90. Просто, но, знаете, Кентон все-таки вещь высшего класса, и он такой, вот я сейчас послушал, он действительно классный, достойный, а вещи действительно дорогие, они, ну, по-настоящему всякие там премиальные, что касается и колонок, то есть звука непосредственно, не то, что там как дорогая мебель, а именно, что они же звучат хорошо на свои деньги. Такие дорогие вещи, они, ну, или там машины какие-то дорогие, они вызывают у тебя симпатию, даже не разумом, а типа чувствами. То есть ты на крутой машине проехался, и тебе, ну, вот она должна так тебе, чтобы ты почувствовал, что это не какой-то корейский там или китайский автомобиль, а там какой-то премиальный дорогой немецкий, к примеру, и ты влюбляешься и думаешь, ради этого любые деньги, если у тебя есть деньги на содержание Мерседеса там или чего-то еще, то есть оно как бы тебя цепляет, и вот эти Кентон, они тоже цепляют, и я сейчас просто слушаю и думаю, блин, зачем их продавать, вот они вроде бы и не нужны, у меня есть Техникс SB8, который такого же класса акустика, я их сравнивал, надо снова сравнить на новом микрофоне, может быть, я теперь, так как у меня нечего снимать, контента нету, я пока что, да и вообще, пока не продам Warfidale, вот не будет ничего, я это старое сравнение заново перезаписываю на новом микрофоне, так вот в следующей серии надо будет сравнить, допустим, с B8 и вот Кентон, хотя я это делал не так давно, полгода назад, и они на равных идут, но Кентон лучше в плане высоких частот, может быть, чуть детальней, Техникс более сильный по басу и так далее, то есть более спокойный звук здесь, более яркий, ну, так или, короче, вот, казалось бы, у меня есть и SB8, есть и другие достойные колонки почти такого же, но, может, попроще класса, зачем мне две, это все-таки, если бы я был салутантом, да, вот имел трех жен, но жены, они как бы сами ходят и сами к тебе, короче, подходят, отходят там, да, а колонки надо отыскать, если ты хочешь, у тебя несколько пар колонок, и особенно тяжелых, допустим, эти весят по 30 штук, 30 килограмм точнее каждая, ее нужно откуда-то из угла там вытащить, припереть там, не уронить, поставить, подцепить, то есть это работа, подготовка к прослушиванию занимает какой-то там полчаса, например, или 15 минут, просто грузоразгрузочных, погрузочных работ, короче, нужно, чтобы, если бы это так было, что просто вот включил хочу эти, хочу те, но это не так работает, но тем не менее, вот я послушал, и звук такой приятный, высококлассный, благородный, и он цепляет именно каким-то вот на эмоциональном уровне, то есть ты разумом не понимаешь, в чем прикол, вроде бы вот они звучат так же, как и какие-то колонки, может быть, там подешевле, но есть в них вот это чувство люксовости, которое вызывает уважение к ним, и желание, что, как бы тебе такой голос в голове шепчет, не продавай, не продавай, это же круто, то ты такой думаешь, да зачем они мне, не продавай, не продавай, это же классно, вот такие впечатления сегодня от Кентона, то есть, хотя, так, по сути, ну, колонки не супер все жанровые, то есть они больше любят спокойные жанры, хотя я сегодня вроде какой-то там рок включил для себя часто, ну, вроде играет, да, но они не агрессивные, а это колонки спокойные, респектабельные, как, похоже на какой-то санаторий для олигархов, типа, да, вот где все такие какие-нибудь официантки ходят, такие в белых там юбках, такие чуваки сидят в шезлонгах, там тоже, ну, короче, как тусовка в раю в каком-то, да, вот, песня была какая-то у Нойз АМС, там давно еще про что-то там про рай, короче, типа, тусовка в раю там, типа, тут скучная туса, что ли, типа такого, но зато все такое клевое, вот, Кентен это такое, как конфеты Рафаэлла, то есть они как цветы, он благоухает, он такой весь гламурный, приятный звук, но если тебе хочется какого-то мяса, какого-то агрессии, драмы, они тебе не особо дадут, то есть они больше любят что-то такое спокойное, как бы спокойно размеренное, и они это делают красиво, все это классно играет, ну, высший класс, лучше я, ну, по сути, я ничего лучше не слышал, то есть у техник с СБ-8 и Кентен, это лучшие колонки, какие у меня на данный момент есть, и может быть даже потенциал их выше, просто мой старенький усилитель Ямаха, или там мой китайский ЦАП, который вокруг стерео считает, что этот ЦАП, ну, он у него такой был когда-то, но он его давно перерос, то есть у него сейчас ЦАП в 4 раза дороже, и, соответственно, он говорит, что он в 4 раза лучше играет, чем этот, поэтому, ну, я к тому, что у любых колонок, у таких высококлассных, может быть, потенциал не раскрыт, то есть аппаратура, если купить ее дороже, но это прям не по карману, то есть там какие-то более дорогие, вдвое-втрое дороже, более дорогой ЦАП, или более дорогой усилитель, как у вокруг стерео, то эти кентоны раскроются, может быть, у них еще потенциал там, ну, на сколько-то процентов, еще круче будет звучать, скорее всего, так и будет, но даже вот в таком виде, они хороши, хотя они не совсем подходят, по моему, мои вкусы, я все-таки люблю какой-то более такой дерзкий звук иногда, но для этого у меня есть Виктор 50FX, он как раз вот эту нишу заполняет, они, это колонки рокерские, мужские, там с яйцами, и умеющие играть рок, и босящие, и так далее, и агрессивные, и зловещие, а вот кентоны, они не зловещие, они мне нравятся даже просто своим цветом, вот под дерево, если бы они были черные, это было бы, мне не так приятно, а так они вот такие, деревянные, и, короче, даже как-то и, хотелось бы себе такие оставить, непонятно зачем, вот они, как вот этот грибаный Мерседес, когда ты, на него, вот может быть даже тратишь много денег, старый там, поддерживаешь его как-то на плаву, но он тебе нравится, и тебе нравится даже, и как он едет, и как он выглядит, то есть, ну вот как вот, я просто фантазирую, то есть, бывают владельцы, которые там свой старый Мерседес натирают тряпочкой, говорят, ой, он такой классный, то есть, мне в нем все нравится, даже вот эти все, изгибы фартом и прочее, то есть, какие-то мелочи, какие-то, как зеркала там, хромированные блестят, или что-то еще, и вот этот Кентон, то есть, его даже можно не слушать, послушав его, поняв, как он благородно и классно звучит по отношению к другим колонкам, ты начинаешь его любить просто, вот если ты просто смотришь, как бы, как просто чувак, ну, который увидел его там где-то, например, на Авито, или где-то, ну, не знаю, ну, колонки метровой высоты, ну, столбы там, да, ну, ну, что, а когда ты уже знаешь, как она звучит, у тебя к нему какие-то чувства, что ты даже, просто его внешний вид тебе, ну, типа нравится, то есть, он будет просто в углу стоять, ты его раз в год будешь включать, но тебе будет приятно просто с него пыль стирать, потому что, типа, это такая классная машина, которая так умеет играть, во, вот, что я хочу сказать, хотя, ничего такого сногсшибательного сильно-то и нету, просто, просто хороший звук, без особых изъянов, такой, ну, не говорю, что это лучший в мире колонки, но, вроде, вроде как хороший, вроде как лучший, я и не слышал, пока что, да и обычно халявы не бывает, как вот показывает этот MB Quart, например, за 30 тысяч, за 27, если он в три раза дешевле стоит, то он примерно в три раза проще звучит, вроде как, можно было сегодня сравнить, но лень, может потом когда-нибудь, ну, вот так вот, хотя пищалка вообще по виду очень похожа на Кентона, но Кентон звучит круче, и достаточно полновесные, басы, масштаб и все, ну, а Warfidel, допустим, это полочники, после Кентона, я их сегодня, допустим, включил, да, они не так, чуть менее объемно звучат, понятно, что они классом ниже, то есть, ну, представьте себе, Кентон стоил, допустим, даже если, не будем верить в Hi-Fi в Википедию, ну, допустим, две с половиной тысячи евро тогда, а учитывая, что Hi-Fi за последние, там, 30 лет, 20-30, он сильно подоржал, как минимум раза в 4, то сейчас бы это стоило бы, там, очень дорого, и в таком контексте разговоры Борзенкова про то, что Варфи Дейл, типа, это почти Hi-End, уже не кажутся такими, какими-то странными, то есть, если, если Кентон действительно, ну, допустим, отличается от современных Hi-End колонок, вот этот Кентон, не сильно ему вступает, ну, к примеру, тем, которые сейчас стоят 1500, то на этом фоне, ну, действительно, этот Варфи Дейл, который гораздо дешевле, он держится молодцом, то есть, он, ну, всего-то, ну, как бы раза в два хуже играет, получается, а может и даже менее, чем в два раза, то есть, я после Кентонов послушал Варфи Дейл, ну, правда, опять же, речь о том, что у меня вот усилитель не самый, может лучше мерить ЦАП тоже, но Варфи Дейл звучит просто по-другому, и вот этот вот звук мягкого купола, я не помню ни одни колонки, у которых бы мне нравился бы этот мягкий купольный верх, но у меня их не так и много было с купольным, мягким купольным, то есть, там, Эстония, Виктор и какие-нибудь СХ-55, СХ-7, СХ-5, там везде вот мягкий, по-моему, купол был такой, если я не путаю, и, ну, Акустик Энерджи, Аегис Эво 3, и все, то есть, опыт у меня с прослушиванием таких куполов небольшой, но ни одна из этих колонок, именно по высоким частотам, я бы не сказал, что сильно там нравилось или что-то, мне всегда как-то больше вызывает доверие именно металлический купол, без разницы, там он алюминиевый или титановый, наверное, даже алюминиевый лучше, потому что действительно он звенит меньше, но алюминиевый, мне кажется, только на Прадосе, 120 AS был, и на этом парадигме студио, наверное, там тоже может алюминий, вот, ну, в любом случае, металл, он как-то более ясно, более четко играет, чем тканевый купол, и вот эта вот подача в Орфидел, ее даже не знаю, как назвать, то есть это недостаток или это особенность, кому-то это не очень, как мне, мне кажется, мне хочется, допустим, больше воздуха, больше звона, да, по высоким частотам, а кому-то, может, этот звон сильно по ушам ездит, и ему как раз такие вот мягкие верха больше нравятся, то есть вроде как бы информативность-то есть, но это достаточно высокого класса колонки в Орфиделу Дентон 85, ну, такого типа среднего, я бы сказал, вот, я бы хотел металлические ВЧ, тогда бы это как-то привычнее было, а так оно, вроде бы звуки-то все на месте, но какого-то такого нужного воздуха не хватает, что ли, ну, поэтому, ну, это на любителя просто, я говорю, что кому-то такой, именно такая подача звука вот нравится, с мягкими ВЧ, кому-то это то, что нужно, и на этом фоне Кентон немножко игрчит, то есть, Кентон, эта модель, он всегда такой с уклоном как бы вверха, и немножко, бас немножко на заднем плане, хотя басы здесь достаточно мощный, могучий, две штуки по, две пары басовиков по 8 дюймов, дают масштаб и все такое прочее, блин, как тут сказать, вот, допустим, вот играл Кентон, объемно, мощно, все такое, потом включаешь в Орфидейл меньше деталей, чуть-чуть, ну, как бы чуть-чуть, а может и не чуть-чуть, по верхам, в первую очередь, но при этом, учитывая разницу в размере, полочники в Орфидейл басят довольно уверенно, то есть, на небольшой громкости вот этот бас, он, не сказать, что вот он, допустим, они размером на сколько, раза в три меньше, да, по объему, а по басу не сказать, что они в три раза меньше, то есть, они довольно так держатся молодцом, ну, объемность, не знаю, может, у меня сегодня более такое меломанское настроение, не хочется, как бы, вникать в тонкости звука, именно, у кого больше деталей там или чего-то, еще я больше на эмоциональном таком плане воспринимаю, и Кентон, он, он, он как бы и детальней, и эмоциональней, то есть, там, есть ощущение, ну, вовлечения в звук, то есть, где-то, где-то он передает какую-то экспрессию, то есть, не оставляет равнодушным, то есть, это звук, который, если это какая-то нежная мелодия, она воспринимается, как будто ты вот сам немножко в это настроение впадаешь, то есть, колонки высокого класса, в принципе, способны заставить вас, не знаю, плакать, если вы там какую-то слезливую песню слушаете, наверное, так, и этим они, наверное, отличаются от каких-то более простых, которые передают музыку более, так сказать, ну, формально, просто как звук, да, а дорогие колонки, они на той дорогие, ну, в связке с дорогим усилителем, конечно, и ЦАПом, что они передают какую-то чувственность мелодии, которая там есть, заложена, и это делает этот звук похожим на реальность, ну, правда, вот вокруг стерео говорит, что ламповые усилители в этом плане вообще безупречные, дорогие ламповики, они еще столько вносят эмоций, что просто можно от радости прыгать там, да, и это, погружаться в эту музыку, но у меня транзисторный, поэтому как бы вот, короче, варфики попроще, варфики, ну, по объему, да, немножко уступает, но в целом они мне не показались какими-то, что они хуже, они достаточно высококлассные, они переигрывают всякие там, многие другие полочники, я думаю, что и, что тут сказать, ну, их подача на любителей, я не люблю вот этот вот мягкий купальный верх, то есть, по крайней мере, из того, что я слышал, у них такой более, как бы, из-за этого более гнусавый, что ли, звук получается, из-за того, что вот, верха мягкие, мягкий купол, но, учитывая разницу в размере, там, цене, а в цене, вы понимаете, варфидел, это актуальные колонки, которые вот, прямо сейчас производятся, или только что, недавно сняли с производства, там, супердентон какой-то пришел, вроде, на смену, вот, кантонам, там, сколько лет? Им лет 30, да, уже, 25, а если, вот эти, варфиделы, через 25 лет, сколько они будут стоить? Это сейчас они стоят новые, 700 долларов, через 30 лет они, соответственно, подешевеют, то есть, новое, а потом, все, что новое, оно потом резко дешевеет, когда даже ее уже купили и перепродают, оно уже теряет в цене, как машины там и все остальное, а через 30 лет оно будет стоить раза в 3-4 дешевле, чем ее изначальная цена, там, 700 долларов, ну, то есть, ну, долларов 200, 300, да, и в таком случае, если бы они были такие же старые, вот, Дентоны были такие же старые, как варфы, они бы стоили не 40, как я сейчас продаю, а там, допустим, 20-25, и в таком случае разница в звуке, не сильно большая, блин, я что-то сам уже не знаю, что запутался, ну, тут разница, не разница, в любом случае, варфидейл это акустика среднего класса, по звуку, Кентон высокого класса, про выше не буду говорить, я выше не слышал, выше это явно что-то, что стоит 1300, даже за 30-летние колонки, но из-за того, что мне доступно, Кентон это классно, и это звучит, как я говорю, ну, Yamaha 1000 монитор, она будет тоже, она будет пресно звучать, неинтересно, а здесь, как бы, есть бас, почему, подвертерный, здесь музыкальный список, нет мониторности, все красиво, то есть, даже если это уровень детальности, как Yamaha 1000 монитор, но я думаю, что никак не меньше, потому что это все-таки высокий класс, то зато здесь есть и красивый внешний вид под дерево, и еще и чувственность, музыкальность, чего в Yamaha 1000 монитор как бы нету, по крайней мере, я там этого не услышал с моим усилителем Yamaha, может быть, нужно было какой-то специальный усилитель подбирать, как ламповый, например, кстати, говорят, Yamaha, вот эти и мониторы, и иксы с лампой смягчаются, не так жестко звучат, и как-то более игриво и интересно, вот, ну, короче, слушайте, там, что получилось, Denton против Kenton RCL, ну, кстати, заметен эффект того, что на полочниках ты можешь как бы их громче включать, то ли они просто быстрее выходят на рабочую громкость, или потому, что у них баса как будто бы меньше, я вот недавно узнал, что вроде как у полочников баса ниже 50 герц типа нету, правда ли это, или как, что-то я об этом не думал никогда, но я всегда замечал, что на полочниках так они более маленькие колонки, может быть, как раз потому, что нету низкого баса, их включать не страшно громко, то есть, ты как бы их вот включил, и вроде как будто бы они и сильно не мешают никому, но при этом они вроде бы орут, но как бы не мешают за стенкой никому, а большие колонки вот эти вот эрго после маленьких полочников ты всегда чувствуешь, что вот хотелось бы типа частный дом, чтобы их по-настоящему включить, потому что ну как будто бы они требуют больше громкости, и на вот такой громкости они не совсем раскрываются, там в плане баса и всего остального мешают всем, то есть, в этом плане полочники больше подходят для многоквартирных домов, там и всего такого, то есть, ты включил, ты как бы не чувствуешь себя виноватым, вроде вот я вот включил, вроде громко, вроде все есть, бас есть, но при этом как-то ощущение, что ты, что тебя не слышно на три квартиры куда-то вниз или вверх там и так далее, то есть, а вот с большими такое ощущение есть, но и звук при этом более эпичный, более масштабный, но требует зато спокойных соседей, которые будут терпеть это все.